Он показывал трюки, которые мы все думали, он это вообще просто космос. Сейчас просто невероятный уровень, потому что подключают акробатические элементы, подключают невероятные переходы. На Чеканев при этом 1203 раза. Без остановок. Без остановки. 1203 раза. 1203 раза. С ума с вами. Вот сегодня новый трюк у меня получилось сделать. Так. Да. Спасибо нам. Спасибо вам, да. На наше время, когда мы начинали, это было безумие. То есть, там, футболиста увидишь и фристайлера, там, ну, футболист не нужен, будет вот тут все внимание здесь. Всем привет. Это программа «Новыезд». И сегодня история, о которой вы могли забыть, но мы напомним. Футбольный фристайл. Почему после Чемпионата мира 2018 года этот вид спорта стал менее популярен, и кто сейчас в него влюблен до сих пор? Обо всем через мгновение. Федор, но вы главный затейник всего этого года. Ну, не то, что главный затейник, но один из родоначальников футбольного фристайла в Краснодарском крае. Многие фристайлеры начали заниматься, когда увидели трюки известного футболиста Рональдино. Яркий представитель, кто транслировал это, как можно сказать, в футболе, и вне футбола, за полем, он показывал трюки, которые мы все думали, он это вообще просто космос. Все пытались повторить, да. Ну, он один из самых ярчайших, конечно, потом и Криштиан Рональд добавился, который тоже делал крутые трюки. И я думаю, что это дало толчок. Все вот эти ребята, в том числе и вы, да, вы имеете прямое отношение к футболу и к футбольному фристайлу. И многие специалисты говорят о том, что, ну, не стоит путать, не стоит соединять все это, да, почему? Я бы сравнил как хоккей и фигурное катание, то есть это два разных вида спорта. Но футбольный фристайл может дать плюс для футбола, если это какие-то базовые трюки, это, во-первых, интересно детям, им это все нравится, и это контроль мяча. Ну, это единственное все, ну, что может дать футбольный фристайл. А так, это разные вещи, одно с другим вообще никак не пересекается. Меня смотивировала была такая передача «Футбол Мундиаль» давно-давно. И там был чемпионат мира в Сан-Паулу, в Бразилии. И была интересная история, у меня был фотоаппарат такой, мыльница. И я снял этот репортаж на эту мыльницу, в общем, и там все вот так вот... Качество оставляло желать лучше. Да, но я пересматривал сутками этот репортаж, и я там пытался что-то скопировать, и вот оттуда уже пошла моя карьера. Какие-то трюки. Да. Не знаю, как сейчас, но были точно рекордсменом мира, рекордсменом России, да, держатся сейчас вот ваши рекорды. И в чем вообще вот эта рекордность в футбольном фристайле? Да, рекорды мира сохраняются. Это трюк, то есть ты делаешь определенный трюк на количество. Есть в мире фристайла, ну не книга, а рекорды просто, трюков на количество. Но есть также соревнования. Соревнования у меня, получается, призер отборочного этапа чемпионата мира. То есть, ну это такое, наверное, самое высокое достижение. Сейчас просто невероятный уровень, потому что подключают акробатические элементы, подключают невероятные переходы. Когда мы начинали в 2010 году там, и что сейчас, это просто небо и земля. Но фристайл в России немножко подутихает. Поставил мировой рекорд в лахтоцентре на День России на высоте 300 метров над уровнем земли или моря, как удобнее. Что это было? На Чеканев при этом 1203 раза. Без остановок. Без остановки. 1203 раза. 1203 раза. С ума сойти. Хотелось, конечно, 10 тысяч, но не успел по таймингу там. Я поднялся на 83 этажа лахтоцентра с мячом на шее по лестничной площадке. То есть я с мячом на шее поднялся по лестнице. Затем передохнул где-то минут 10, и потом мы начали фиксировать рекорд. Я понял, что мне нравится делать трюки, мне нравится удивлять людей. У кого-то достижение просто сделать вокруг света, это базовый элемент футбольного фристайла. И на этом некоторые останавливают. А можешь показать его? Да, конечно. Вот так он выглядит. Вокруг света, да? Вокруг света. Это как будто наша планета, ну это почти идентично. И мы делаем оборот ногой вокруг мяча, то есть вокруг нашей земли, вокруг света. Так и назвали трюк. На данный момент самый сложный для меня трюк – это поймать мяч, делая при этом заднее сальто и в полете коленями. Когда только пришел во фристайл, тренировки были безумно долгие. Там часа по три, беспрерывно работаем на мяче, да, то есть и атмосфера, и вот как музычка. Ну плюс-минус так похожа атмосфера, только все прям вообще упахиваются, конкурируют, развиваются. Года 12-е, да, там до 15-го, до 17-го. Просто люди в шоке, суперзвезду увидели, если мы где-то тренируемся, там, боялись лишний раз вдохнуть в нашу сторону, чтобы не помешать, не испугаться, ничего. Вот сейчас люди, ну, ровно относятся. То есть, ну, посмотрят, ну, я в интернете видел, что ничего сложного. Вот, на наше время, когда мы начинали, это было безумие. Просто, там, футболиста увидишь и фристайлера, там, ну, футболист не нужен, будет вот тут все внимание здесь. То время, о котором вы говорите, оно было золотое для футбольного фристайла, вот именно в Краснодарском крае? Да, конечно. С 2009 года, наверное, по 18-й, когда чемпионат мира, что тут вообще все, очень много и мероприятий было, и собирались мы с разными ребятами. Что после чемпиата мира стал интерес к фристайлу людей угасать. Вы были участником Кубка конфедераций, я имею в виду, в футбольном фристайле, да, на чемпионате мира. Как все это происходило, расскажите, пожалуйста. На домашнем чемпионате мира для России в 18-м году, правильно? Да, 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 да. Ну, то есть, там была и панна. Панна – это одна из разновидностей футбольного фристайла, где есть клетка, заходит, как ММА, заходят туда два игрока. Октагон, да? Октагон, да. То есть, и ты должен пробросить между ног сопернику, то есть, это интересно. А так, проходил турнир, было круто, еще бы чемпионат мира не помешал. Мы были возле стадиона, а не на стадионе. Люди, ну, не все обращали внимание, там толпа человек 100 соберется. Ну, у нас это не удивление, да, то есть, обычно там либо тренировку мы тоже там проводим, но туда собираться. Поэтому круто, классно, но не супернационально, скажем так, как вот на стадионе выступать. На каких-то топовых матчах. Красно, да, да, да. Ух, красиво! Красота! Я ученик Федора и Руслана. Я к ним пришел, по сути, я там 30 раз не мог набивать. Просто чеканит, по сути. Просто, и у меня мяч просто падал сразу же. Как Федор, Руслан. Они, что называется, старая школа, как уже упоминалось. Это те как раз ребята, которые еще 10 лет назад с утра выходили. Там вот, как мы сегодня собрались в 7 часов. Мы еще до вашего прихода планировали понабивать, но немножко все опоздали. Они с 6 утра, как вот Федор рассказывает, с 6 утра занимались. Мы, ну, я лично себя считаю таким тепличным фристайлером. Я не могу так рано вставать, спать тоже хочется. А, ну, для меня фристайл это больше вот как какое-то хобби. Сегодня новый трюк у меня получилось сделать. Так. Да. Спасибо нам. Спасибо вам, да. Если бы вы не пришли, я бы сегодня с утра не встал. Что за трюк получилось сегодня? Абас, получается. Я подбиваю правой ногой, левую делаю оборот во внешнюю, правой подцепляю мяч и оборот во внутреннюю. Получилось корявенько, но получилось. До этого никогда такого не было. Есть ребята, которые увидели вот трюки, они хотят повторить. Но они понятны, когда первые трюки ты можешь повторить, какие-то легкие. Базовые самые. Базовые, да. Их не тяжело сделать. А когда надо углубляться, уже нужно усилия как бы прилагать. И там бывает так, что и тысячу раз не получается, может и десять тысяч раз не получится. И многих это останавливает. И как бы, ну, все, ладно, уже интерес пропадает. Базовые элементы футбольного фристайла, они в основном даются всем, ну, в короткие сроки. Их можно выучить там, оттренировать, как хотите трактуйте. За какие-то полгода все. Серьезно? Да, за полгода. А сколько их примерно? Ну, их примерно порядка больше десяти элементов. И потом их в комбо можно собирать, в комбинации непрерывно. Да, в связке. У меня ушло на один трюк где-то лет пять. Это три оборота. Серьезно? Пять лет? Пять лет. Иногда, иногда тренирую, я его поставил. То есть есть вокруг света это один оборот, есть два оборота вокруг мяча и есть три оборота. У каждого свой стиль. Если углубляться вообще в футбольный фристайл, есть четыре стиля. Это граундит, когда мяч мы катаем по земле. По земле. Это вот в панне, может быть. Вторая подкатегория это ловеры. Делаем трюки исключительно ногами. Еще поднимаемся у нас апперы. Это вверх. Делаем трюки на голове без помощи рук. Можно плечами, там отбивать всякие оборота делать. И есть еще ситинг. Это сидя. Мы делаем трюки лежа, сидя. Тоже без помощи рук, ногами. Все это на стопах чеканим. Ты участвовал же на соревнованиях. Да, да. На краевых каких-то. Скажи, мы все привыкли к стандартным соревнованиям. Легкая атлетика, футбол, баскетбол. Как это происходит в футбольном фристайле? Есть несколько категорий. И вот самое классическое – это просто батл. То есть, когда два спортсмена соревнуются друг против друга. Участник должен показать, продемонстрировать свои финты, трюки во всех категориях. И кто сделает это лучше, то есть без потерь мяча. У кого будут сложнее трюки, тот и выиграл, соответственно. Вот в таком формате и проходит. Когда мы говорим о том, что футбольный фристайл потихоньку умирает, мы забываем то, что футбольный фристайл, он еще и становится более современным. Можно даже онлайн-турниры устраивать. Конечно, есть онлайн-турниры в разных дисциплинах. Они присылают свои лучшие моменты видеоролика за неделю, допустим. Все, что они сделали. И другой оппонент с другой стороны, допустим, присылает. И есть жюри, который отсматривает. Если он выиграл, он проходит в четверть-финал. Одну восьмую и четверть-финал, все так же по сетке турнира и таблицы. Обычные, скажем так, трюки, они уже все придумывали. Сейчас, если что-то придумывается, это уже акробатическое. То есть ты какое-то движение сделал, шпагат, сальто, что угодно, тулуп. И только потом добавил обычный трюк, тот же самый, все. С мячом. Да, да. То есть, условно, сейчас рекорд 4 оборота подряд, безпрерывно. То есть 5 ты физически не сделаешь. То есть если ты 5 сделаешь, то ты придумал новый трюк. Вот такая логика. Мы с мячом должны делать что-то нереальное. Люди должны смотреть и говорить, как он это делает. Сейчас говорят, как он это делает. Но когда человек набивает двумя ногами два мяча, вот это уже вопрос, как он это делает. Вот это уже мастерство. И хотелось бы, не знаю, фристайл вывести на новый уровень. Я любитель путешествовать. И хочу вот на самых высоких точках мира постараться сделать трюки. Да, это звучит амбициозно и что-то нереально, но это можно сделать. Все возможно. Ты себе это уже доказал. Дим, спасибо. Благодарим за твои рекорды. Ждем от тебя новых мировых рекордов. Ну а нашим зрителям советуем продолжать любить футбол и верить в фантастику футбольного фристайла. Это была программа «На выезд». Пока. Субтитры создавал DimaTorzok